Продолжение следует... Хорошо. Поднимите, пожалуйста, руки хардкорные Java-разработчики или Python-разработчики, которые работают с BigData. Больше. Так. Наверное, тогда оставшиеся люди это аналитики математики? Поднимите руки аналитики математики. Где-то часть. А кто еще? Менеджеры? Поднимите руки менеджеры. Продуктованеры менеджеры. То есть у нас широкая публика получается, да? У меня на самом деле очень жесткий хардкорный доклад. Я буду называть вещи своими именами, потому что, ну как сказать, что такое BigData в моем понимании? Это шизофрения. То есть с одной стороны, значит, нас заваливают данными большим объемом. Администраторы начинают, у них трещит голова, куда это все класть, да? А большой объем. С другой стороны, это высоконагруженная разработка, это Java, это Scala, это сложнее, чем плюс, я думаю. Это кластера, это хардкорные разработчики нужны, программисты с опытом. А третье – это математика. Причем не просто математика, а там агрегации, группировки и так далее. Это высшая математика. Это, значит, дифференциальное исчисление, это линейная алгебра, это теория вероятности, это машинное обучение, это графы, это обучение на графы, это логистическая регрессия, это линейный дискриминатный анализ и так далее. Найти такого человека, который все это знает, ну, наверное, есть магистр йода, все. То есть мы с вами на самом деле… То есть у нас начинается расщепляться сознание, как это все удержать вообще. А тут еще нам рассказывают интересные продукты, которые как бы с этим работают. И поэтому я постарался, у меня три презентации сегодня, я постарался по кусочку взять из каждой темы, насколько мы понимаем. Я разработчик, я не математик, но я опытный разработчик. И я постараюсь поделиться опытом, практическим, боевым опытом вообще, вот как выжить в этой ситуации, как в фильмы принести деньги. Ведь на самом деле наша цель, бигдата, это чтобы компании были принесены деньги, правильно? Некая прибыль была принесена. Все остальное – это популизм. И поэтому у меня первый доклад про спарк. Работает быстро, да? Но постоянно падает. Что делать-то? Человек уже в истерике. Кто использует спарк? Поднимите, пожалуйста, руки. А кто использует Hadoop MapReduce парадигму? Ну, спарк я вижу больше, да, MapReduce меньше. Ну, смотрите, начнем с MapReduce. Кратенько, кратенько, кратенько. Google нам предложил MapReduce. Это парадигма свертки функций, когда у нас что-то такое вот большое, да, какой-то сложный запрос, мы его свертываем, значит, в MapReduce. И, в принципе, кто понял, как работает MapReduce? Вот кто честно понял, как он работает? Он элементарен. MapReduce элементарен вообще. То есть, но все алгоритмы, которые сейчас есть, надо выкинуть и их переделать на MapReduce. Никто это бесплатно не делает. То есть, вы найдете хороший алгоритм, например, кластеризации Каминс, да, он будет работать, в книжках, в районе будет написано, но не будет ни слова не сказано, что он не работает в параллельном режиме, он не работает через MapReduce. Поэтому вам нужно будет еще этот алгоритм забрости заново и придумать, как он работает в параллельном режиме MapReduce. А это отдается далеко не всем. Вот, поэтому, зачем нам нужен Spark? Мы сами, ну, тоже начали с MapReduce, пришли на Spark. Почему? Потому что, ну, Spark, он более разумный, что ли. Это Беркли, это Скала, да. Все же знают, что Spark написано на Скале. Вопрос, почему он написан на Скале? Зачем это нужно было? Ну, тут мы еще подискутируем эту тему, но Hadoop, например, классический, он выполнил задание, положил файлик, взял, выполнил, положил. Ну, это вот что-то 20-30-е годы, что-то такое, вот, знаете, программисты учатся программировать, такое впечатление. Хотя Hadoop, конечно, дал движение, да, то есть он как бы помог Big Data, но, на мой взгляд, Hadoop – это какой-то дикий устаревший гломерат, который постоянно пытается измениться, то есть постоянно приходится переучиваться. В Spark подошли несколько иначе. В Spark сразу начали думать, а не программировать. И поэтому он как бы такой вот более бизнесовый. Я вот об этом расскажу. Немножко про нас, 1S Bittrex. Дело в том, что он скажет, ну, чего вы 1S Bittrex, чем вы там занимаетесь? Вы пришли про Spark и сказали, а чем вы сами занимаетесь? Ну, у нас есть большая, один из облачных сервисов, Bittrex 24, там куча MySQL, куча кластеризации. Мы в Амазоне размещены и один сейчас дата-центр в России. То есть сотни тысяч баз данных клиентов. То есть мы на самом деле влезли туда по черному, в Big Data. Нам тяжело, она нас раздавливает. И поэтому мы вынуждены там разбираться. То есть у нас и хостинг, и большие данные, и вот в частности математика пошла. Где у нас именно самая Big Data, где у нас Spark, про который я сейчас рассказываю? У нас Spark сейчас используется в сервисе персональных рекомендаций. Мы со всех вот этих вот сайтов, мы собираем, точнее магазин, у нас десятки тысяч. Мы собираем информацию, собираем о сборе, расскажет Саша Деминидов после меня. Собираем, анализируем, делаем процессинг. Собираем, что мы, события, просмотры, заказ, добавляем в корзину, оплату заказа. И дальше обрабатываем это все, собираем, в кайнезис кладем, обрабатываем воркерами, сохраняем в NoSQL. И дальше вот у нас, пожалуйста, Spark, где мы обрабатываем. Я хочу вот немножко предостеречь вас. Вот с опытом у разработчика, то есть сначала, как вообще разработчик сначала реализует проекты? Принцип такой, зачем делать просто, если можно сложно? Это, не знаю, принцип молодых разработчиков, я сам так делал. Ну интересно же, компания, прокачаюсь, пойду на большую высокую зарплату. Со временем начинаешь понимать, что надо все-таки уважать интересы компании и делать просто и дешево. То есть за 10% усилий надо достигнуть 90% результата. Поэтому вот этот весь зоопарк, который я внизу описал, я хочу, чтобы все-таки он вас не смущал. То есть понимаете, каждый вот этот зоопарк, это три тисадмина, которые бегают с вытраченными глазами. Зачем это нужно? Зачем плодить в эти сущности? Но постепенно приходит понимание, для чего это все нужно. И в итоге мы приходим к тому, что без этого просто нельзя. Это минимум необходимых инструментов, которые полезны для выживания, которые привезут прибыль. В общем, спарк у нас используется, как вы видите, для обсчетов, для фильтрации, для агрегации. И дальше мы это все выгружаем в математику, Apache Machout, где отдаем рекомендации. Сам сервис персональных рекомендаций. Десятки тысяч магазинов. Они ходят, значит, поток трафика от них где-то тысяча событий в секунду. Достаточно большой. То есть у нас несколько, ну, еще бизнесовые события льются. То есть у нас там в день миллион, десятки миллионов событий сохраняются. Коллаборативная фильтрация, кластеризованный каталог мы используем. И набор стек технологий. Если у вас есть вопросы технические, как мы это сделали, в деталях, я с удовольствием в кулуарах расскажу. Потому что, ну, я хочу поделиться опытом. Основная цель доклада – поделиться опытом, чтобы вы не повторяли ошибок и не наступали на грабли. Теперь что мы хотим сделать с помощью спарка и вообще с помощью системы рекомендаций нашей. Опять же, это не реклама. Это какие тренды сейчас есть и как важно не выпасть из этого поезда, понимаете, а немножко его обогнать. В персональных рекомендациях и вообще в области бета-майнинга и машинного обучения сейчас очень ценится мультимодальность. Вы не можете сказать, я запустил сервис рекомендации на патче Мохауте и все. Вы уже проиграете. Ценится мультимодальность. У вас должно быть несколько моделей обученных, комбинируя которые вы получаете данные. Тогда вы будете работать лучше конкурентов. Дальше, контент-бейст рекомендации. Коллаборативкой уже никого не удивишь. Нужно учитывать облако тегов пользователя, когда он ходил и получал какую-то информацию по магазинам. То есть хлеб покупал, вы знаете, что он покупает хлеб, и может хлеб ему можно предлагать. Но это вообще отдельная тема, нескольких презентаций отдельных. Поэтому в кулуарах. Кластеризация важна. Это позволяет вам сэкономить деньги и правильно организовать таргетирование информации. Машин леунинг, конечно, без него нельзя. Я сейчас заклад не про него, я могу про него отдельно рассказать в кулуарах очень подробно с точки зрения математики. Дип леунинг, ну это качественный машин леунинг, более детально вы там изучаете, проникаете в проблему, там какие-нибудь нейронки многослойные используете. Естественно увеличить конверсию, роботский клиент, таргетинг. Итак, значит, прибежаемся к спарку. Вот это вот, честно сказать, дикий, жуткий зоопарк развели. Если взять Unix, классический Unix, ядра, C++, драйвера, MySQL, понимаете, идеология Unix заключается в том, чтобы коротким, простым инструментом решить максимум задач. Ява-разработчики, я сам сейчас являюсь ява-разработчиком, они руководствуют девизом, зачем делать просто, если можно сложно. То есть начинают реально такой вот жуткий графоманией заниматься. Я вам честно говорю, вот это все графомания. Значит, Facebook одной графоманией занимался, Яха другой графоманией и так далее. Люди на графоманили кучу продуктов, но какие-то из них оказались полезны. Допустим, пик и хайв. Дел попробовать залезть в пик, что-то не получается, лезут в хайв, посмотрели, поигрались, лезут в этот, начинают писать на спарке. То есть такое впечатление, что куча игрушек, созданных игрушек, и бизнес не понимает, да черт возьми, ребята, давайте денег зарабатывать. Что, хватит играться вот этими бабочками и пчелками, конкретику давайте. И, судя по всему, все-таки у стаканины стек, это хайв, это тоже классика, как HDFS, да, это кластерная файловая система, но народ переходит на спарк. Потому что спарк, это написано с бизнесовой стороны, он, ну сейчас мы дальше поговорим. А еще, да, нас окружают вот эти вот всякие животные, да, файловая система и куча терминов. Разработчики, вот у вас есть разработчик, вот он пришел, вы говорите, посмотри-ка там HBIS. Человек сидит вот несколько месяцев HBIS, занимается, занимается, занимается. Мы говорим, а слушай, а сделай запрос в хайв. Человек смотрит на тебя, как он сумасшедший, ну чувак, как? Я вот этой технологией занимался, я потратил кучу времени. Это совсем разные вещи. А мы сейчас пытаемся потребовать от людей, чтобы они как бы специализировались и там, и там, и там. Да не бывает так. Не бывает. Я сейчас возьму любого ялазарбочка, засыплю его вопросами, я скажу, что он не знает Java, понимаете? Java – это годы. А мы пытаемся, чтобы люди все знали. Это тоже, это все профанация. Поэтому надо это иметь в виду и учиться как бизнес-риски. Идем дальше. Смотрите, MapReduce. Маленький момент. Вот вы говорите, понимаете MapReduce. MapReduce позволяет нам… Вообще полезно читать книжки. Книжки, правда, западные. Вот одна из книжек популярных в открытом доступе Стэнфордского университета. Кто ее читал? Кто с ней знакомился? Это Майнингов массив датасетс. Посмотрите, пожалуйста, эту книжечку. Это книжечка на нескольких соц. страничек. Ее надо прочитать несколько разиков, потому что нельзя иначе. Это базовая книжка по алгоритмам работы с большими данными. В частности, есть там разделчик, посвященный реализационной алгебре. И как можно проецировать операцию реализационной алгебры на MapReduce. То есть вам даются рецепты, чуваки. Смотрите, берете, значит, какой у вас? У вас join, select, какой-нибудь там, left outer join и что-то еще. Это можно сделать с помощью Paradigma Produce, Hadoop или Spark. Пожалуйста, выбирайте и делайте. То есть, когда я разработчикам объяснял, что такое Spark, я объяснил, смотри, вот книжечка. Открываешь, читаешь, как SQL-запрос перевести на MapReduce и решаешь его, и все. У людей проблема. Нет, есть Spark, Spark SQL еще, да. Но это конгломерат уже, мы о нем дальше поговорим. Есть Hive, да. Вы можете на нем совершать SQL. Кто использует Hive? Ну да, довольно много. То есть вы понимаете, что это SQL, но когда вам нужно на низком уровне это сделать, допустим, у вас код, у вас нужно фильтр вставить и так далее, вам недостаточно Hive. Это все-таки высокоуровневый инструмент, я считаю. Я на нем не все могу делать. Я часть вещей сложных делаю на Spark. Поэтому важно разработчикам объяснить, как перевести SQL на MapReduce. Идем дальше. Что нам нравится в Spark? Нравится, что, да, можно не заниматься фигней, а написать вот такой запрос. Несколько. Ну, фактически есть какой-то запрос большой написать. Несколько MapReduce, да, в цепочке. И он сам понимает, он работает. Прекрасно. Стриминг есть, да, там, допустим. Есть, значит, ну, по сравнению с Hadoop, конечно, Spark лучше. Мы используем как-то Hadoop стриминг. Ну, понятная штука, такой костыльчик сбоку. Удобно, позволяет обработать много данных параллельно, да. Spark описан хорошо. Есть документация на одну страничку, правда. Вот. Ну, довольно полезная. И есть куча какой-то жуткой документации на языке Skala, значит, отдельно. Но в ней можно разобраться. Кто прогревает на Skala? Вот я так и знал, мало людей. Потому что язык для… Ну, C++ сложно считалось, а Skala гораздо сложнее, на мой взгляд. Это язык, ну, просто… От него, кстати, с ума можно. На самом деле, это классный язык. Я очень его люблю. Но это риск. Поэтому надо учитывать. То есть, может быть… Ну, можно на Jai, в принципе, обойтись. Там, войти. Значит, что еще хорошо в Spark? Resilient Distributed Datasets. Прекрасная, божественная концепция. У вас есть какой-то файл огромный, где-то лежит в RGTF, несколько там десятков сотен гигабайт или там терабайт. И вы говорите, в Spark говорите, вот этот объект возьми. И дальше, значит, параллель его. Ну, все, божественный концепт. Параллель. И он как-то это параллелит. Это удобно. Удобный подход в Spark коллекции. Фильтр, мап, флотмап. Откуда это взялось? Это пришло к нам из функциональных языков программирования. Правильно. Скала подарила миру. Открыла, точнее. Ну, не скала. До нее не были есть какие-то языки еще функциональные. Но скала сейчас активно проповедует функциональное программирование. Вот эти методы работы с коллекциями удобные, которые есть в Spark. Они есть в Spark. Они есть в Spark. Значит, сэмблинг можно делать. И про скала я уже сказал, это риски. Это нам в Spark понравилось. Как мы его используем? Мы берем файлы. Большие. Размером я написал, как он. Мы их фильтруем. Просто либо по регуляркам фильтруем. Мы делаем такие вещи, которые нельзя сделать в Hive на нем. Spark SQL мы не используем. Потому что он кажется нам очень сырым еще. Они постоянно меняют API. И у нас нет времени играться в игрушки. Пока. Возможно, когда-то мы будем его использовать. Пока у нас низкоуровневая такая регуляционная алгебра. Но ничего сложного в ней, как я говорю, нет. Аналитика. Мы делаем в Spark аналитику. Что можно сделать? То, что можно сделать обычными лиционными запросами. Сегрегировать огромный массив данных, сотни миллионов строк. Посчитать средние, посчитать дисперсию, классическая статистика. Можно построить гистограммки. У меня в Spark библиотечка. Я создал функцию для построения гистограммок. В Hive что-то есть, но у нас более гибче это работает. Какие-то топы запросов. То есть в этом отношении Spark очень удобен. Особенно если на скале пишешь, то там вообще у тебя код получается такой лаконичный, маленький. И там несколько строчек. И ты делаешь агрегацию, собираешь топы, например. Гистограммы по-разному. Потом можно это визуализировать. Реально удобно. Реально это очень хорошая, полезная вещь. Дальше мы выгружаем из Spark большие файлы для системы рекомендаций. Тут проблема. Я о ней дальше расскажу. Spark плохо работает с большими данными, которые нужно выгрузить. Он их не умеет выгружать нормально. Мы потратили кучу времени, чтобы научиться это делать. Плюс вот что мы еще. Мы еще у меня отдельный доклад. Мы каластеризуем товарный каталог в Spark. Тоже потратили достаточно времени, научились это делать. Отдельный доклад. И мы используем Spark для машинного обучения. ML-лип. Поднимите руки. Кто работает с машинным обучением? Плотно так. Удовольна так уже много. Хорошо. Про это будет у меня доклад следующий. Еще что удобно в Spark. Spark очень просто расширить. Берем, поднимаем в стандалон кластер, добавляем туда машинки. Просто поднимаешь там ноду, говоришь, где у нее центральная нода, и она подключается, работает. Реально это просто на Spark сделать. У Spark очень красивая админочка. Вы видели ее, наверное. Она уже встроена туда, для отладки прекрасно подходит. Пользуйтесь, пожалуйста. Разработчики ее очень любят. Ну и он интегрирован с HDFS и с S3. Опять же, файл можно положить в кластерную файлную систему, либо положить в S3 и работать с ним. Это удобно. Поехали по граблям. Наверное, это самое интересное. Первое – это седьмая Java и Spark. Кто пишет на седьмой Java и в Spark? Хорошо, что не так много людей. Мы пишем. Восьмая Java, конечно, интересно, но вот если так сложилось, что используйте седьмую, в Java нет нормальных поддержки функциональных объектов в седьмой Java. Поэтому вынуждены заниматься таким-то домазохизмом. Создавать объекты типа там pair functions, значит, что-то, что-то, type 2. В общем, седьмая Java, когда интегрируется со скалой, получается жуткий объектный треш. И жуткий нечитаемый код. Но я, конечно, утрирую. На самом деле код понятный, но просто он занимает 12 страниц, чего-то, какого-то такого ужасного перемешивания. Поэтому лучше, если вы хоть хотите зайти в Spark и не хотите учить новый язык программирования, типа скала, который очень… он реально сложный. Там реально… его ученые писали, понимаете, скалы писали. Если C++ писал Strauss, который сидел, курил и писал C++, то есть там на такой язык, такой хиповый, то скалы писали ученые. Там есть такие, например, там, не знаю, caring, например, там есть такие понятия в скале, которые поддаются с десятого раза, наверное. И то надо выпить сначала, чтобы понять. Ну реально сложные понятия там. Типа данных, там очень сложная система данных, там трейд и так далее. Поэтому, если не хотите вот в эти дебры лезть, берите в 8-ую Java и работайте. Там лучше. Код получается более читаемый. Дальше. Ну про скалу я, конечно, рассказал немножко, все-таки чуть-чуть еще вам про нее расскажу, потому что это тренд. Мы понимаем, что кто выбрал скалу? Spark. Кто еще выбрал скалу? Выбрал скалу такой проект Kafka, Apache Kafka. В курсе, да, наверное? Это типа Kinesis. То есть у меня лично складывается впечатление, что все-таки скала – это тренд. Это тренд, это язык, который будет дальше развиваться, он будет работать с большими данными. Скала откуда, а почему называется скала? Не потому что скалируется, не потому что. Просто язык масштабируемый. Но этот язык для разработки больших компонентов приложений, написанных учеными в Европе. Есть ощущение, что этот язык перспективный. Поэтому его стоит изучать. И вот то, что в C++, в STL, чудеса с коллекциями разными, то, что в Java потом, например, сделали свою библиотеку коллекций, и в Скале, посмотрите, как они сделали. Функционально, научно, грамотно. Ну, там есть, конечно, некие особенности, но такое впечатление, что все-таки надо читать. И Spark использует скаловские акторы. Кто работает с акторами в продакшене? Вот, вот, вот. Это Erlang, знаете? Erlang – это классическая модель акторов. Я считаю, что этот тренд, он офигенно перспективный сейчас. Berkeley это почувствовали и взяли ACCA framework, фреймворк акторов, и засунули его в скалу, как поддержка языка, и Spark использует его. То есть, акторы – это что? Это возможность писать простой, читаемый, однопоточный код, который выполняется на большом количестве серверов. Вы снимаете риски сложного многопоточного программирования, из которого вы вынуждены заниматься им в Java. Это сложно, это долго, дорого. Круто, конечно, но долго. То есть, много ошибок возникает из-за сложности многопоточного программирования. Акторская модель предлагает вам поиначе. Вы фактически как Node.js программируете. То есть, пишите однопоточный код, который выполняется параллельно. И вот поэтому я бы на это обратил внимание. Посмотрите. Возможно, это тренд, в который есть еще время войти. Значит, Spark Cluster. Что нам предлагает Spark? Вот мы, например, в Амазоне. И Spark предлагает нам скриптик под названием Spark EC2. Значит, запускаем скриптик. Он тянет половину репозитория Berkeley, скачивает. Что-то творит. В итоге куча какого-то софта устанавливается. Потом все это очень хрупко работает. То есть, при измене конфигурации, я помню, я мучился, ночами не спал, лазил, пытался понять, почему у меня сломалось все. А кто в Амазоне, кстати? Довольно много людей. То есть, вот этот подход не работает. У нас он не заработал. Какое-то время мы существовали со Spark EC2 скриптом, но оказалось, что лучше все-таки самостоятельно написать инсталлятор Spark, и так будет проще. Плюс, допустим, мы захотели подключать спот-машины. Он должен их учить, как они меняются. Вот почему я так болезненно об этом говорю? Потому что у нас нет такого большого штата сисадминов. Мы компания разработчиков. Мы разработчики. Если бы у нас было 30 сисадминов, я бы сказал, ребята, это ваше. Я буду программировать на скале, а вы тут, пожалуйста, спите ночами и занимайтесь. У нас такого нет. Поэтому мы хотим, чтобы и админов было мало, и разработчиков было мало, и денег зарабатывать много. Поэтому будьте осторожны. Вот этот подход не работает. Мы попробовали Spark MapReduce, Elastic MapReduce в Амазоне. Сейчас я про это расскажу. Что нам обещают в Амазоне? Нам обещают, что все будет работать из коробки. Spark интегрировался в Yarn Cluster. Есть куча софта, о которых мы в предыдущем докладе говорили. Я расскажу потом, какой софт. Есть мониторинг. Можно добавлять машинки. HDFS масштабировать. Можно менять размер кластера. Задач машины увеличивать количество. Умечать за счет спот-машин. Знаете, да, спот-машины в Амазоне? Они, видите, сразу дешевле стоят. Мы их используем всегда, потому что это реально круто, дешево и быстро. Зачем платить деньги, если можно так выйти из ситуации. Вот. И амазоновский Spark, HDFS, точнее, Hadoop, он интегрирован с S3 хорошо. Это тоже правильно. То есть вы же файлы в Амазоне будете где хранить? В S3. Поэтому мы, кстати, пытались, мы сравнивали, хранили файлы в S3 и большие. Потом мы хранили файлы в HDFS. И оказалось, что скорость доступа примерно одинаковая. Что-то, что-то. Поэтому зачем хранить в HDFS, мучиться с классерной файлосистемой, если с S3 уже? Можно, в принципе, хранить там. Значит, что там еще? Нам предлагают удобные админки. Рассказывают, как сделать туннелинг. Вы знаете, красота Hadoop в том, что поднимается куча разных сервисов, на кучу разных портов. Админы сходят с ума, потому что надо разбираться в этой логике. И вам надо обеспечить безопасность. Если где-то в облаке поднимаете, то вам надо ходить в облако на кучу разных портов, на кучу разных машин. Тут нам предлагается решение, там, не знаю, Foxy Proxy мы ставим, значит, плагинчик в браузер. И S3 поднимаем через путь, и все. И мы ходим туда по SSH, и все прекрасно работает, очень удобно. Я, не знаю, я почему-то до этого делал сложнее, решал эту задачу, а потом увидел, как они решили. Но оказалось, все гораздо проще. Стоимость Spark кластера в Амазоне, ну, в принципе, вы платите за эти же машины, только чуть-чуть больше. Ну, сколько-то процентов, 10 процентов, я не помню, там сумма меняется. Но фактически при этом вы получаете кучу готового установления софта, кучу различных прибамбасов к этому кластеру, и возможность его регулировать, ну, увеличивать, масштабировать, сружать. Это очень подкупает, и вам не нужен, типа, админ вообще. Вы, как разработчики, можете, там, царь и боги. Вот. Типы машин, это важно понять. Значит, нам дается три типа машин. Мастер-машина. Это машина, которая контролирует, контролирует вообще весь кластер. Там, значит, и Spark мастер там установлен. Дальше. Машина типа коры. Коры-машины – это машины, где вы размещаете вашу файловую систему HDFS. Их может быть одна, две, три. Вы можете эти машины только-только добавлять. Убавлять их не рекомендуется, потому что теряются данные. То есть какие-то машины у вас, мастер-машина, какие-то машины для файловой системы кластерной. Она растет при добавлении машин постепенно. Все остальное вы забиваете для таск-машин. Эти таск-машины – это обычно наши любимые Spark сервера, где работают воркеры и решают задачи. Их-то можно 100 добавить. Добавили 100 спот-машин, посчитали что-то, убавили. Прекрасно, прекрасно. Поэтому работает хорошо. Какой софт нам дается в кластере в Амазоне для Spark? Нам дается Hadoop, Yarn. Кто сталкивался с Yarn-кластером? Это такая штука. Вообще, вот эти кластера хадубовские, они фактически как будто у вас Oracle установлен рядом. То есть куча конференционных параметров. Нужен админ, который в этом очень хорошо разбирается. Потом, например, Yarn-кластера, вообще хадубовские кластера, они выполняются задачи хорошо. Я уже сказал, недостаток. Куча конференционных параметров, где надо с бублом бегать и проверять, как они работают. И самое страшное, что мне ужасно не нравится в Yarn и в Hadoop, это то, что там бардак с логированием. Просто жуткий бардак. Он логирует все, он пишет все в файл, и у вас все очень быстро начинает забиваться. И нет способов нормальных, кроме как лома и топора, чтобы от этого защититься. Там в кучу мест надо лазить, настраивать логирование, а я как бывший администратор, я очень к этому требуетно отношусь. Система работает немножко нестабильно в отношении того, что образуется огромное число логов. Дальше, значит, ганглия. Это типа вот такой аналитический софт, который строит графики по нагрузке на машинах, количество задач на машинах. То есть инструмент системного администратора для понятия, как работает кластер. И он показывает еще хитмэп, то есть насколько кластер загружен, какие машины загружены, какие нет. Удобная штука из коробки. Заходишь, такая админочка, видели, наверное, да? Админочка такая, и видно, как работает кластер. Все нагрузка. Видно, как типа машина подходит, не подходит к нагрузке. Удобная вещь. Ну и у них есть недостатки. Hive. Вы с Hive знакомы, да? Это SQL, который… Это язык… Это поддержка SQL, которая работает на файлах srcfs и из S3. Удобная вещь для аналитиков. Но, к сожалению, у Hive недостатки. Не хватает гибкая штука, но иногда не хватает и сильно не хватает. Поэтому мы вынуждены заходить в парк и писать напрямую задачу профессионального алгебра. Дальше, PIG. Вот честно, не пробовал. Кто пробовал PIG? Вот, и что, вот эта штука прям такая рвет Hive? Или это просто… Я считаю, что это аналог Hive, ну, измененный как бы, но это в принципе об одном. Мы его не используем. HBS – это аналог NoSQL. Пока не используем, а установлен работает. Вот Impala – это вот про него отдельный докладик рассказать. Это такая штука тоже очень интересная. Это вообще отдельный тренд. С одной стороны, вот я вижу, что существует три лагеря в обработке больших данных. Первый лагерь классический, значит, SQL. SQL может обработать большие данные, там, значит, если, если, то-то, то-то, там, значит, вот так там базы там поменять, переписать. Ну, у них это, мне кажется, довольно сложно сейчас получается. Поэтому следующий лагерь – это мы делаем BigData, делаем SQL по BigData с помощью технологии MapReduce. Это Hive. То есть SQL-запрос на BigData – не проблема. Сейчас мы, значит, MapReduce все посчитаем, начинаем все гудеть, долго гудеть, жужжить, значит, посчитали там 20-30 секунд, 2 минуты и так далее. Следующий подход – это Impala, Presta, Redshift. Понимаете? Знаете этот подход? У них другой вообще подход. У них подход – массив-параллель-процессинг. То есть они говорят, MapReduce на SQL – это отстой, это аппендицит, это скоро отомрет. Надо по-другому действовать. Надо поднимать, значит, кучу драйверов, там, где данные, и работать с данными напрямую из драйверов. Никакого MapReduce, ни в коем случае. Вот, Vertica туда же относится еще к этой группе. Таким образом, но Impala, вот почитайте документацию, поработайте с ней. Это штука, которая постоянно падает. Вот как Spark. Она постоянно падает, значит. То есть впечатление, во-первых, сырой софт, сырой. Во-вторых, что-то у ребят с алгоритмами не то. То есть почему падает, почему Spark падает? Я потом, мы поговорим, почему он падает. Мы попытались понять. Impala падает по этой же причине. То есть что-то в память не поместилось. То есть мы что-то накодили, вы можете быстро по бигдаде пробежать, но, блин, вы можете упасть. В общем, такая штука на свой страх риск можно использовать. Дальше вот этот Q. Я не знаю, как это читается, если честно. В общем, это на питоне написано такое вот админочка, вот такое GUI, которое позволяет вам объединить и Impala, HB, и туда IP, и Hive, и все туда объединить, сохранять. И у вас такой уголок бизнес-аналитика такой в вебе. Я им попользовался неделю, он стал глючить, зависать. В общем, недоделанный софт. Я думаю, вам не стоит туда лезть, не тратите время на эту фигню. И Spark, который работает. Значит, теперь, теперь кратко плюсы, да, Spark в EMA. Удобно менять размер кластера? Да, действительно удобно, да, действительно хорошо работает. HDFS рядышком? Да, вы можете туда ходить, брать файлы, прекрасно работает. Логи работы задачи ведутся, заходите, родная админка, там можно в VR найти родную админку Spark. Заходите там, кликаете, значит, application, выявляется любимая разработчиками админочка, где видно, как выполняется самопредюсер. Отлично все. Минусы? Опять куча логов. Мы логи замучились искать. Значит, я вам один рецепт дам, как с ними бороться, но мы еще не все логи прибили. Они постоянно, где-то логи все-таки пишутся, и пишутся, и пишутся. Ну, как бы неделю, то есть у вас бигдата будет неделю работать, а потом все забивается логами. Поэтому, аккуратнее будьте. Значит, и самое страшное, самое страшное, что здесь есть, это то, что не все оказывается, можно менять через настройки Амазона, чтобы они пробрасывались в EMR и в Spark. Амазон это делает через какую-то жуткую, какую-то костыль, которая называется Step, который, вы в админке что-то пишете Амазона, это циферки передаются, значит, конфигурационные файлы, Spark и AR, и потом это типа подхватывается. Ну, далеко не все подхватывается, поэтому, может быть, вам придется лазить еще. Я лазил вот в этих самих степах и патчил их. Ну, может, вам это не потребуется делать, я надеюсь. Ну, просто ничего там страшного нет, там, по-моему, на Ruby у них написано. А, на Python, на Python, так что разобраться, в принципе, можно. Значит, теперь Ganglia, опыт использования Ganglia, отлично работает, все прекрасно, но у нас спотмашины, они умирают каждый день, не поднимаются. И сейчас Ganglia забита, короче, графиками убитых спотмашин. Зачем они мне нужны? Это дурдом. Но это вот так вот, изначально так сделано в Амазоне, я не знаю, они это понравили или нет, это раздражает. Все остальное, как бы, работает нормально, не раздражает. Теперь этот Hue. Значит, как я сказал, штука изначально была очень удобная, правильная для бизнес-аналитики, но страшно глючная, тормозная, в общем, один запрос запускаю, второй еще выполняется, они друг другу мешают, в общем, это какой-то трэш начался. Не тратьте время, не тратьте. Hive. Значит, Hive в Амазоне, в этом кластере. Вообще, мне понравился Hive, почему? Потому что не нужно программировать, не нужно ставить задачу, чтобы программист две недели писал, значит, запрос, как выборку из Spark. Удобно, да. Ни разу у нас еще Hive не падал. Я делаю на нем аналитику достаточно сложную, с агрегацией, с join'ами, с группировкой, там даже тексты обрабатываю, там есть функции, массивы, структуру данных использую, хешмэпы, массивы в Hive довольно богатая структура данных. Хорошая штука. Но вот по памяти не падает. Так что я даже скажу, что инструментом довольны, и, наверное, вам он очень пригодится, если бы хотите сэкономить кучу времени, не программируя Spark. Поэтому пользуйтесь. А! Hive как критикует, что он медленно работает. Нифига не медленно. Две минуты, 500 миллионов строк обрабатывает. Разве это медленно? Нет. Да, да. Идем дальше. Spark. Ну, про Spark я уже говорил. Единственное, пока не поддерживается в Амазоне предыдущих версиях их образов, не поддерживается вот это Spark динамико локационный. То есть вы должны сами говорить, сколько машин нужно для выполнения задачи. То есть даже если классик простаивает, допустим, у вас, он не займет все машины для выполнения. А, например, если классик что-то делает, то не займет часть. То есть, понимаете, вы должны жестко сказать, сколько машин ему нужно. Это неудобно. В Амишке начиная с четвертых версий это уже работает. Поэтому если будете запускать Spark в Амазоне, используйте Амишки четвертых версий. Обязательно. Значит, опять море логов. У нас 100 кг за неделю собиралось. Ну, трэш, реально. Вот. И Spark History Server вообще нигде в документации нет. Знаете, да, Spark History Server? Нужно смотреть задачи выполнения, как у вас выполняют задачи в Spark программистами. Они еще это не могут найти. В EMR их документации нигде, слова нет, где это лежит. Вот, пожалуйста, на таком-то порту вы его найдете и пользуйтесь. Запишите. Очень удобный инструмент. Без него нельзя никак. Теперь, значит, в EMR итоги. Удобно. Глючит. Но не все. В принципе, работать можно. Логов сыпется куча. Развивается активно. Идем дальше. Значит, чуть-чуть времени у меня остается. Spark. Основные проблемы Spark, с которыми мы встречались. Узграбли. Падение по памяти. Почему? Объясните мне, почему при выполнении MapReduce происходит падение по памяти? Что такое мап? Мы берем что-то, раскидываем на ключи. Раскидываем их по кластеру. Тут ничего не может упасть. А почему при Reduce падает? Что такое Reduce? Я в один воркер собираю ключи, то есть сгруппированные ключи, сданные по одному ключу. Почему падает? Алгоритмически не должно падать. У них проблемы в разработке. Они неправильно реализовали это. Происходит падение в Reduce. Там они что-то намутили с партишинами. Это проблема. Мне кажется, это основная проблема. Но если подстроиться аккуратненько, руки помыть, подумать, ну, как говорили в Жуанецке, то в принципе можно пристроиться, и у нас сейчас Spark не падает. Но, к сожалению, магическими способами. Значит, дальше. Значит, нужно поставить память обязательно. Executor memory. Crea-SeriesRiser использовать. Сериозатор объектов. Он сжимает их. Без этого они очень распухают в памяти. Дальше. Вот магическая константа. Spark Default Parallelism 128. Поставите меньше, будет падать по памяти. Значит, и memory fraction мы не используем в кэшировании. Дальше. Значит, Crea-SeriesRiser. Ну, фактически, как новая Ampala я сравнил, что падает так же. Дальше. Выгрузка результатов. Классически. Вам нужно из парка выгрузить данные в модель на несколько гигабайт. Вы убьетесь это делать. Реально убьетесь. Это очень долго. То есть, driver memory. Вы понимаете, что выгрузите из драйвера. Collect собирает все данные. Вот этот весь наш mod produce. Весь RDD собирает в память. И падает, в общем. Поэтому Collect не работает. Работает Tool Local Editor. Но очень медленно. Несколько дней может работать. Поэтому пришлось написать код, который собирает партиции. То есть, мы на низкий уровень в скалы уже зашли. И собираем кусочки объектов. результата работы по партициям. И иногда, ну, зависало, если мы, перестало зависать. То есть, я кусок кода привел. Вы, я думаю, идею поймете, как это сделано. Или спросите в кулуарх, я расскажу. То есть, собирать данные из парка можно, но, вы видите, вот такими способами дурацкими. Дальше. Логирование. Что делать с логированием в парке? Вот что делать. Вот это помогает. Я убил несколько дней на это. Это помогло. Причем, разных мест документации. Спарк писали, короче, программисты, не админы. Админы так бы не написали, такой кошмар. Ну, поэтому, вот, уважаем труд программистов, ну, поэтому приходится вот это вот заниматься фигней вот такой вот. Но это работает. Машина обучения. Чуть-чуть. Мы используем Спарк для машинного обучения. На мой взгляд, будущее машинного обучения это распределенное машинное обучение. Потому что кластеризацию делать на больших данных вам предстоит. Логистическую регрессию, деревья просчитывать, нейронные сети и так далее. Это нужно лучше делать на кластере, это быстрее. На параллельных алгоритмах. Спарк в этом случае, точнее, Спарк MLlib, там есть и постоянно добавляются новые, хорошие, бизнесовые, необходимые, актуальные сейчас алгоритмы. Ну, красивая, более красивая библиотека это Скакетлен. Кто видел Скакетлен? Красивая библиотека на Пайтоне, но она не работает с большими данными. Я не нашел, как она работает. Никак она не работает. Это Пайтон. Это Пайтон. Это уголок математика. Это не кластера, на мой взгляд. Нет. Поэтому все-таки присмотрите в Спарк ML, в Спарк MLlib. Значит, про кластеризатор я расскажу, как мы кластеризовали на Спарке каталог, я расскажу в конце этого дня. Так. В общем, чем вам придется заниматься в Спарке? Лазить по логам, значит, разбирать, почему зависает, осваивать админку, привыкнуть к кластерным особенностям и либо делать в Амазоне, либо нанимать кучу стес админов. Я не знаю, выхода другого нет. Поэтому Спарк хороший инструмент, полезный, используйте, не бойтесь, не лезьте в скалы, если не хотите, можно на Java всем бытись. и реально от Спарка принцип позитив, кроме неких особенностей. Спасибо за внимание, вопросы, пожалуйста. Саша, спасибо. Коллеги, вопросы? Опять же, наверное, надо две минутки переварить. Саша, по твоему докладу это трэш и ужас, а ты говоришь использовать. Есть альтернативы? Альтернатив нет. Вот и вопросы. Можно, пожалуйста, пример запроса, на котором вы говорите, что у вас Спарк падает? Потому что мы используем, у нас в основном стабильно работает на основных. Пример запроса. Обычные агрегации по ключу. Агрегации, я не помню, как на Спарке это выглядит, но мы агрегируем данные по ключу. Просто есть ключи и есть данные. Мы собираем данные по ключу, в этот момент они не попадают, то есть ключ становится очень большим, данных слишком много, а он пытается эти данные собрать в одну партицию свою. И в память она не помещается. То есть нужно сделать проверку им, что данные не помещаются в ключ. Ну так там же можно разбивать на партиции. А зачем нам это делать? Я не хочу разбивать на партиции. Я разработчик. Я говорю, ребята, вот большие данные, а вот реакционная алгебра, вперед. А мне заставляют думать про какие-то партиции, то есть программисты заставляют решать их геморрой, который они сами допустили. Не хочу, нет времени. Да, я разбил на партиции, но это их геморрой. Это не мой. Зачем на меня перекладывать? Понимаете, вот тут вот я разбил на партиции, да, получается. Но это неправильно. А вдруг у меня данных будет больше? Мне опять что ли бегать? И вот я до сих пор, вот видите, уже сидеть начал. Зачем они так сделали? Еще вопросы? Нету? Скажите, пожалуйста, насколько ужасно, действительно, насколько ужасно импала, потому что мир такой, что все любят SQL, аналитики тоже, и, к сожалению, приходится подстраиваться под них, брать такие решения, как Tableau, Tableau Online, вот, а там чистый SQL, там нужен драйвер, который, подключающий, работаешь, потому сильно нравилась импала, но сильно напугали. Нет, смотрите. Если альтернативы просто SQL. Смотрите, кратко расскажу. Значит, импала, Presta, Vertica, Redshift, ну, Redshift, наверное, с натяжкой, это инструменты быстрой выборки данных из Big Data, быстрой. Ну, резиски что упадет? То есть вы можете как драйвер поставить, у вас будет сидит аналитик, у него SQL-окошко, он такой SQL-чик сделан, раз, выполнилось. Hive так не умеет делать. Hive, запустили, кофе налили, печеньки купили, с ребятами пообщались, пришли, посмотрели, опять пошли чай попили. Вот как работает Hive. Ну, он работает стабильнее, стабильнее. Поэтому импала нужна. Если вам надо быстро вывести что-то, вы, ну, подкрутите, там, partition, что-нибудь добавите, там, памяти, там, ну, это нужна, конечно, нужна. Это так вот я утрирую, и, конечно, используйте. Вариантов нет, к сожалению. Быстрая выборка, медленная выборка. Все. Расскажите свое мнение о Spark Streaming. Spark Streaming. Классная технология. Вообще сейчас тренд, это машина, это аналитика и математика на стримах, потому что бизнесу нужно не просто там, например, я данные собрал, три дня посчитал, вот тебе, что ты там обанкротишься завтра, а завтра уже прошло. А вчера уже прошло, понимаете? То есть бизнесу нужно в онлайне кластеризовывать данные в онлайне считать. Поэтому стриминг это офигенная перспективная технология. Но Spark Streaming мы не используем, но вот в кругах бигдатовских, насколько я общался с ребятами, которые его используют, они пока очень осторожны. То есть говорят, что нестабильный, падает там. Я изучаю саму технологию, я обратил внимание, что она немножко такая. То есть я люблю к любой технологии обноситься как? Берешь так, резет нажимаешь, все должно остаться. А в стриминг какой-то геморрой начинается. То есть данные могут потеряться. То есть вот это вот немножко, мне кажется, недоработанная технология, но не использовал я. Мой SQL, например, грохаешь, я знаю, сколько данных потеряется. Потому что я знаю на уровне программирования, что там делается, какие драйверы. А в стриминге вот это вот Java, вот этот вот Zookeeper, вот это, знаете, вот эти вот масштабные эти звери, которые по серверам. Spark зависает. Он иногда зависает и непонятно почему. Вот звери не могут договориться между собой. То есть то же самое с стримингом. Если у вас там финансовые данные, транзакции, и у вас стриминг, я не рекомендую использовать. А всякие хиты, пожалуйста. Я думаю, будет работать нормально. Давайте один-два вопроса сейчас посмотрим, как. Ну, учитывая всю критику, которая вылилась за полчаса, а вообще вот может вопрос глупый, есть ли хоть какая-нибудь ситуация практически, когда вот Spark плохо, а Produce хорошо? Я, наверное, нет, я не встречал такую ситуацию. Нет. Во-первых, MapReduce это Java программирование, такое глубокое, там с этими, с терминами, с ихними, с этими привязками, выгрузка файлик. Можно использовать, например, не MapReduce, а стриминг, MapReduce стриминг, когда вы на любом языке программирования пишете Mapper и пишете Reducer. На любом языке. Это, в принципе, даже проще, чем на Spark писать. Проще. Ну, то есть, фактически MapReduce только на PHP, или на Bash, например, его можно написать. То же самое. Мы так его использовали, MapReduce. А вот в Spark вы можете очень кратко, даже на Scala, не понимая Scala, написать запросик и обработать данные. То есть, на мой взгляд, все-таки он проще. Он проще. А Scala, это язык же создан для того, чтобы код был простым и понятным, и читаемым. Вся сложность для простоты. Поэтому, мне кажется, все-таки не нужно туда лезть в MapReduce, все-таки брать Spark. Он решает все задачи, на мой взгляд. Саша, спасибо. Коллеги, все остальные вопросы можно будет задавать в кулуарах во время обеденного перерыва. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...